Здравствуйте, мои дорогие! Сейчас я в фитерке нашла такие полотенца. Они хлопковые, есть для лица, банные, для рук, для ног. В общем, тут вот большой выбор. И цену, смотрите, вот 49 рублей, 99, 79. Но мы здесь копим фишки. И вот большое банное полотенце, видите, оно по 149 будет. В общем, а раньше на бокалы копили, ну кто на чё. А я вот хочу на полотенце теперь копить. И вот, знаете, еще нашла вот такую консерву здесь вкусную с кумбрией по 129. Вот вообще они пересоленные, в меру соленые, в масле. Такой у нее вкусный рассол масляный. Очень нам понравилась вот эта скумбрия, но цена у нее 129. рублей. Она не по акции идет, но очень вкусная. Вот печень трески, в тот раз я показывала, знаете, вот она есть, по 179. Тоже нам понравилась. Очень вкусная. Ее тоже стали быстро разбирать. Сейчас смотрю, появилось опять оно по такой цене. Вот такие миниатюрные розочки. Уже у меня цветут. Я их сохранила зимой в теплице. Пересаживала с горшочков в теплицу, накрывала корзиночкой, и сверху еще укрывной материал. А вот у меня должны зацвести уже гвоздики ампельные. Вот они уже все в бутонах. Такие вот бутончики. Еще одна миниатюрная розочка. Тоже вся в цвету. Очень красиво цветет. А в прошлом году я мучилась, как-то позапрошлым вернее. Выращивала их зимой на подоконнике. Это было ужасно. Отдалевал утиный клещ. Лучше все-таки зимой зимовать в теплице им. Хотя на средний положенный, но укрывать. Пробовала просто на воле их вот укрывать. Выращивать нет замерзли. Вот еще должны вот эти розы зацвести садовые. Опять я посадила миксы в горшочке. Так, это лизимахия. Видите, она уже пускает свои косы. Лизимахия. Вот это вот тоже у меня ампельная глазика. Вот она сидела у меня дома на всякий случай для развода. Вот она вот так вот цветет. У нее прекрасный запах. Ну и, как выяснилось, в теплице тоже хорошо все это сохраняется. А тут вот у меня уже зацвела лизимахия. Или как и по-другому называется вербейник. Монетчатый. Видите, здесь цветет красиво. вот эта дихондра заплелась у меня. Так, а вот еще тоже вербейник. Смотрите. И здесь уже не ампельный вербейник. как бы четвертый. Он сидит желтеньким. Даже лавандочка зацвела. Турецкая гвоздика. Так, вот она, какой красивый цветочек. Я думала, нарциссы, но похоже, что это не нарциссы, а ирис. Да, и уже потихоньку собираем клубнику. Клубника начинает спеть. Вот она. Вчера несколько штучек взорвала. И оксветают уже люпины. Люпины у меня было три цвета. Белый, розовый. Нет, белый, красный и синий. В итоге стали только розовые. И вот такие вот синенькие. Теплицы уже жужжат пчелки. Потому что здесь цветут огурцы. Это уже пуплятки. Я помню, в прошлом году на 12 июня у меня уже были огурцы свои домашние. Причем было их много. Да, вот они, видите, с пуплятками сидят. Так. А здесь вот у меня помидоры. Вот помидоры тоже уже зелененькие. Посмотрите, какие большие. Подрастают. У меня их тут много разных сортов. Ну, не на всех, конечно, помидорках есть помидоры. еще только цветут. Цветут. А вот это чабрец. Такой ароматный чабрец. Ну, как пчелка на чабреце жужжит. Ватсон нагулялся? Идем домой. Идем. Такая тут у меня лук-порей. Сидит в горшках. Что-то неполитый. Надо полить. Тут сажал цветы, не взошли. Ни один цветочек не взошел. Картина маслом. Написано на картоне. Ирисы. Картон очень плотный. Прогрунтован специальным акриловым грунтом. Написано пастозно. Такими большими мазками. Мастихином. Формат А4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! Красота! Эти дни были жаркие, сегодня немножечко дует ветерочком Скорее всего, будет дождь Где-то вдалеке гремит Гроза Кабачки у меня нисколечко не замерли Вот, разлопушились, выросли Такие сильные морозы были Друзья, на этом видео заканчиваю Всем удачи, теплых дней Хорошего лета Хорошего настроения, удачи До свидания Субтитры сделал DimaTorzok